Всем привет дорогие подписчики и зрители канала Сместного Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Киберпанк 2077. Итак, мы с вами берем с вами основное сюжетное задание, это пропуск в высшую лигу, но нам с вами теперь поговорить с Джеки. Мы с вами в прошлой серии забрали болт у Мальстрёма, помогли им, Мальстрёмовцам, и в принципе девка, которая была из Мелитеха, ее скорее всего убрали, и пацана, которого пытали, он теперь как бы во главе стоит, вроде как на нашей стороне. А я хочу вас еще попросить одну вещь, я сейчас выключил полностью субтитры, вот, то есть как бы типа полностью погрузиться. Вот мне ответить в комментариях, оставляем субтитры или мы без субтитров, либо я просто устрою, может быть, голосование в сообществе, и там уже посмотрим, кто за что проголосует. Нужны субтитры, либо субтитры не нужны. Продолжаем, поехали. Да, ребят, не забывайте ставить лайки свои, это все-таки помогает продвижению канала. Нужно поговорить с Джеки, пойдем. Она все время проверяет, не лежу ли я где-нибудь в отстойнике, как большинство Уэлсов. Это уже начинает утомлять. Чем больше я ей говорю, что все окей, тем больше чувствую, что вру. Ну, завтра это закончится. Нас ждет по смерти. Хе-хе-хе, да. По смерти знают далеко за пределами города. Серьезно? Тут кочевые кланы получали одни из самых крупных заказов. Ну, еще бы. Это же лучшее место, чтобы искать работу. Готов пить шампанское? Хе-хе-хе, пошли. Ну, пойдем. Клуб по смерти. Здесь когда-то был морг. Прикинь. Да что ты. Офигеть, да. Ну, это тысячу лет назад было, когда людей еще хоронили. Станция О'Нилл. История нашей борьбы. Европейский космический совет и ЕКС должен был преследовать благие цели. На первом заседании звучали лозунги. Мы откроем человечество двери во вселенную. Солнечная система – наш общий дом. И так далее, и тому подобное. Очень быстро выяснилось, что за громкими фразами скрывалось не что иное, как колонизаторские амбиции. Мы, строители и первый житель станции О'Нилл-1, убедились в этом на собственном опыте. ЕКС отправил нас в космос, пообещав новую жизнь и счастливое будущее. Вместо этого на орбите нас ждали полный контроль и изнуряющий труд в опасных условиях. Мы бы выдержали, пожертвовали собой ради общего блага. Достаточно было относиться к нам как к людям. Объяснять, кто и как принимает решения. Выслушивать наши просьбы и опасения. ЕКС отказал нам и в этом. Результат не заставил себя долго ждать. В 2022 году, после завершения строительства, наше положение стало невыносимым. От нас требовали работать по 18 часов в день без выходных. На мирную забастовку ответили на силе, пустив в ход парализаторы. Они думали заткнуть нам рты так же, как делали это на земле. Однако, наши работодатели столкнулись с проблемой. На орбите оказалось не так легко вызвать подкрепление. На одного охранника приходилось 40 рабочих. А батареи парализатора хватало всего на 15 выстрелов. Как легко посчитать, счет оказался не в пользу ЕКС. Через 7 часов все было кончено. Станции ОНИЛ-1 и ОНИЛ-2 объявили независимость и стали первыми государствами, существующими за пределами Земли. О как! Интересно! Интересно, интересно. Ну, поехали. Я Ви, а это Джеки Уэллс. Мы и так собирались, да. Ха-ха-ха, мы и так собирались, да. Да, это оно. Просто мой лучший от сердца Найт-сетей. Бьется прямо в этих стенах. Слышишь? Ты представляешь? Сьюзан Форест. Бо-бо. Может даже Морган Блэкхэнд. Сидели на этих стульях. Испали на этой самой стойке. Привет. Садитесь, я сейчас подойду. Сейчас, подожди, что-то можно почитать. Мы с ними вот, представляешь. Одна бабка подошла спасена. Да ё-моё. Как же плохо здесь работают выделения, серьёзно. Ну, то есть, как бы здесь можно всё это дело почитать, но я не могу, потому что здесь стоит диалог с Клэр. Который, по идее, нафиг тут и не упал. Обидненько, обидненько. Ну, а это куча недочётов здесь, по идее, есть. Всё, наша очередь. Эй, видишь эту бабулю? Это бестия. Лучший фиксер в Найт-Сити. А разве не Декс лучший? Бестия раздавала заказы, когда Декс ещё пешком под стол ходил. Это её клуб. Что будете? Ты заказывай. Две текилы олдфэшн с каплей сервеса и чили. То есть, два Джонни и Сильверхэнда. Точно, Чика. Кое-кто сделал всю домашку. А мою сожрала собака. У нас традиция. Называем напитки в честь завсегдаты. Интересно, что нужно сделать, чтобы в твою честь назвали коктейль? Отдать концы. Так, чтобы весь город о тебе говорил. Желательно на задание. Ах, хер расе, какая красивая традиция. Хер не опол. Так. Выпить заносите за то, чтобы мы разбогатели за ограбление века. Мне кажется, слишком высокая цена. Высоковатая цена за коктейль. Все равно ж придется помирать. Так тебя хотя бы запомнят? Да. Ну давайте за Найт-Сити. За Найт-Сити. И за посмертие! Ха-ха! Кстати, меня зовут Джеки Уэллс. Хочешь, свой рецепт продиктую? Ммм, давай. Сто граммов водки со льдом, сок лайма, имбирное пиво и, главное, капельку любви. Ха-ха-ха! Окей, я запомню. Вы вроде как новая находка Декса. Выполняем его заказ. Откуда ты знаешь? Мистер Дэшон вас ждет. Это часть моей работы? Подождет. Думаешь, откуда появляется репутация у наемников? Если о тебе не сплетничают, тебя никто не знает. Кстати, про Декса. Он часто заходит? На самом деле он уходил, так сказать, в отпуск. Мы его два года не видели. Старый кот гуляет сам по себе, да? Ну, не знаю, где он там гулял, но пару кило точно скинул. Может, туда просто пиццу не доставляли? Ха-ха, смешно. Ни пуха ни пера. Черт. А я тут про нее, он говорил? Да подожди ты. Держись подальше, мешок с говном. Да это вроде как не бабка. Как-то мужик непонятно. Че за бабка? Какая бабка? Ты бабка? Не знаю. Так, подожди. Клэр ушла, в принципе, наверное, смогу почитать. В чем дело? Да подожди ты. Хотите сменить профессию? Вступайте в сетевой дозор. А, сетевой дозор, в принципе, уже мы с вами читали. Да. Ладно, что-то еще тут есть. Сразу так посмотреть. Может, сейчас можно будет забрать. Ух ты, е-мое. Живые, что ли? Вот делать нефиг. Закрыто. Ну, пойдем. Че можно взять? Идем, идем. Так, камуфляжный ковбойский жилет с бахромой. Ладно, до скорого. Сюда. Сюда, так сюда. Да, эксельсиор. Конечно, наличными. Как всегда. Счастливо. А, вот и мистер Ви. Ну что? Наконец-то вся семья в сборе. Первая встреча в реале. А что с болтом? Ну-ка, давай заценим. Деламейн. Транспортные услуги. Вас ждет важная деловая встреча? Не хотите, чтобы ваше ценное оборудование попало в чужие руки? А может, просто не любите городского шума? Воспользуйтесь услугами транспортной фирмы Деламейн. И оставьте все проблемы за дверью одной из наших 200 бронированных машин. И наслаждайтесь спокойной поездкой. Гарантируем безопасную перевозку частных лиц и посылок в границах Найт-Сити. Сочетание качества и скорости. Профессиональное обслуживание условий, которые подойдут даже самым взыскательным пассажирам. Постоянные клиенты выгодные скидки. Большие несчастных случаев происходят дома? Вы ошибаетесь. Известно ли вам, что более 82% преступлений и происшествий происходят на улицах города? Но благодаря Деламейну можно забыть о полицейской статистике. Здоровье и самочувствие клиента для нас на первом месте. Мы располагаем всеми необходимыми сертификатами. Мы не задаем вопросов. Нет музыки лучше, чем звуки вражеских пуль, рикошетом отлетающих от наших бронированных стекол. Попробуйте пакет Excelsior и наслаждайтесь спокойствием в комфортных условиях. Безопасность – это роскошь, которую вы можете себе позволить. Наши лимузины ждут именно вас. Деламейн, оставьте проблемы за дверью. Так, мне что делать-то? Положить ба... А, в чемодан его положить. Алло. Салют. Ну ладно. Чувствуйте себя как дома. Спасибо, что помогла с мусорщиками. Парой мясников меньше – уже хорошо. Ха, Мэрия нас еще благодарить должна. Так, ну садимся. Хорошая комнатка. Звукоизолированная. Джеки. Нет-нет, мистер Уэллс прав. Мы будем обсуждать деликатные темы. Но если вы не против, я сначала задам один вопрос мистеру Ви. Как твоя встреча с Эвелин Паркером? Угу. Ха-ха-ха, неплохо, но она хочет тебя кинуть. Но я не буду никого сдавать. Хорошо, я бы сказал. Погулял по компеке Плаза, по местам, которые она засняла на брейнданс. Да, Бак ввела меня в курс дела. Значит, ты знаешь, кто наша цель. Главный наследник императора. Юрино Буарасака. Да, парень с фамилией на миллионы, без возможности ими владеть. Близкий друг Эвелин Паркер. Так вы просто познакомились или было что-то еще? Честно говоря, эта Паркер показалась мне странной. Что-то с ней не так. В один вечер она пьет шампанское с Юрино Бу, а в другой уже братается со всеми в Лизис. Одно с другим не сходится. Я тоже заметила. Мы все тут можем сложить два и два. И если выходит пять, значит, что-то от нас ускользает. Вот для этого и нужен фиксер. Если кто-то захочет вас поиметь, на его пути окажется мой каменный зад. Что-то еще? Не было, давай к делу. Я понял, ей хотелось на меня посмотреть. Хотелось на тебя посмотреть, говоришь? Может, перейдем к делу? Ты придумал план, Декс? Да. Ну, давай посмотрим. Ладно, давай посмотрим. Мы с Дексом уже подготовили всю операцию. Сложность будет ниже некуда. Неважно, мне нужны подробности. Деламейн высаживает вас у главного входа в компеке Плаза. Входите по фальшивым удостоверениям. Баг помогает вам взломать внутреннюю сеть отеля. Вернее, я и Болт. И, наконец, вы проникаете в пентхаус Еринобу и забираете биочип. И все это по-тихому. С минимальными жертвами. А лучше вообще без них. Тибак будет на связи на всякий случай. А теперь ваши вопросы. Мы едем Деламейном? Это же лучшая такси в Найт-Сити. На Дамаль. Дэшон всегда работает только с лучшими. Деламейн никогда не подводит. Кому нужны мерзкие таксисты, если безупречный Искин может с комфортом довезти тебя из пункта А в пункт Б? И кто б знал, как он каждый год обновляет лицензию? Если все пойдет по плану, Деламейн привезет вас сюда. Если возникнут проблемы, он поедет на явку. Это куда? В мотель Ноутелл. Тихое место, вопросов не задают. Там придумаем новый план. Но я уверен, что это не понадобится. Еще вопросы? Расскажи о фальшивых документах. Какая у нас история? Привет, Рамон Викторина. А ты Хьюго Конуэлл. Рамон? Допустим. И какая у нас легенда? Вы продавцы оружия. У вас переговоры с Арасакой. Если спросят, вы встречаетесь с представителем их оборонного отдела Хаджиметаки. Еще вопросы? Как нам попасть в пентхаус? У Йори Ноба почти нет охраны. Сложность только в системе безопасности. Чтобы ее отключить, нужно устранить резидента Кампеки. Это элитный раннер, который мониторит сеть отелей круглые сутки. Проблема в том, что комнату резидента можно открыть только изнутри. Погоди. Как же мы попадем в комнату, в которую нельзя попасть? Поверь, какая бы проблема у нас не возникла, Тибак найдет для нее решение. Тут как раз в игру вступает болт. Вам надо запустить его в вентиляцию, провести куда нужно и заставить резидента немного отдохнуть. Болта придется оставить с ним. Зато я смогу расстелить перед вами ковровую дорожку прямо в пентхаус. Еще вопросы? Да вопросов больше нет, поехали. Я узнал все, что хотел. Вот и слабо. У меня вопрос. Когда обсудим то, ради чего мы это затеяли? С новичками я не торгуюсь. Ставка всегда одна. 30 процентов. Чего? Сколько? Так, я оцениваю ваш вклад. У каждого в этом спектакле своя роль и свои риски. Ха, что-то как-то маловато. Да ну, Декс, как-то маловато. Эй, погоди-ка, друг. А кто достал болта? Кто вытащил инфу из брейнданса? Мы лезем в отель, где на каждом углу люди Аросаки. Ради какой-то пластмасски у сына их главного. Мы работаем. А кто дает вам надежный план? Транспорт, нетраннера и информацию. Хотите дальше торговаться? Не, я за Джеком. Да переключись-то, мышка, ну е-мое. Да сейчас, подожди, не выбирается, блин. Джек прав, Декс. Мы заслуживаем намного больше, чем 30%. Ладно, 35% и не процентом больше. Договорились. Конфликт исчерпан. Хм, давно со мной никто не торговался. Это даже забавно. И последнее. В компейке нельзя проносить оружие. Вас не пустят через рамки. Стволы придется оставить в тачке, а болт упаковать в чемодан. Я достала вам нормальный шмот. Переоденьтесь. Чидо! Спасибо. Не хочу торопить события, но когда ждать, Эдди? Все зависит от мисс Паркер, но, думаю, через неделю. Максимум две. А нам что делать эти две недели? Питаться воздухом? Сидеть тихо и не высовываться. Аросака будет на стороже. Один чувак сказал, что жизнь есть пир. Глупо уходить голодным, но глупо и нажраться. Карета ждет снаружи. Я тоже сваливаю. Надо подготовиться, пока есть время до операции. Если остались вопросы, задавайте сейчас. Давай проспрашиваем. Что думаешь про это дело? Ну, я надеюсь после него купить себе виллу на Крите и послать киберпространство ко всем херам. Пришлешь мне открытку? Ничего личного, но я хочу сжечь за собой все мосты и начать заново. Ты давно знакома с Дексом? А что? Ну, знаешь, народ на улицах разное говорит. Все, что мы слышим, это мнение, а не факт. Марк Аврелий сказал. И ты тоже философ. Неудивительно, что Декс тебя любит. Философ, они собрались. Ну, поехали. Вроде нет вопросов. Ну, за работу. Ну, так что, ты готов ехать? Ну, в принципе, да, поехали. Поехали. Чего ждать-то? Как чего, богатство. Вас приветствует сервис Деламейн. Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Ёб твою мать. Очень на это надеюсь, Чумба. Не вижу повода употреблять ненормативную лексику. Да? А помнишь, как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Я три месяца бабки собирал. Ладно, проехали. Заводи мотор, Дел. Перед началом поездки необходима идентификация личности пассажиров. Пожалуйста, подключитесь через личный порт. Ну, поехали. Спасибо. Активирован пакет Эксельсиор. Эксельсиор? Ха-ха-ха. Дело набирает обороты. Эксельсиор. Это пакет услуг, разработанный для наших премиум клиентов. Ага. Лучшее качество за ваши деньги. Смотри. Деламейн, давай боевой режим. Прошу прощения, но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает. Ха. Ну, ладно. Ну, вообще, он хоть армию Арасаки может выкосить, если понадобится. А что еще включает Эксельсиор? Полное медицинское страхование, в том числе покрытие расходов на похороны в случае смерти пассажира в салоне. Блин, че ты каркаешь-то раньше времени? Боевой режим вообще разрешен? Разумеется. Во второй поправке Конституции. Во время поездки вы вправе пользоваться мной, в том числе, как оружием. Эксельсиор. Эксельсиор. Я не знаю, Джек. Мне кажется, ты начинаешь терять свою стальную хватку. А мне кажется, что тебе внезапно захотелось до меня доебаться. Просто перестань фантазировать и сосредоточься. Нам еще работать. Да я никогда в жизни не был таким сосредоточенным, блять. Я скажу, почему я так себя ведал. Прибежали все к пункту назначения. Вся моя ебаная жизнь прошла на дне, Ви. И я туда не вернусь. Мне очень жаль, что... Ребята с CD Projekt Red заранее спалили всю фигню. Привет, как дела? Ведем дружеские беседы. Мы... мы уже скоро будем в отеле. Я установила прямое соединение, чтобы везти вас через компеки. Ви позвонит Джеку. Проверим синхронизацию. На всякий случай. Ну? Шум какой-то. Скажи что-нибудь, Бак. Величайшие преступления совершают, стремясь к избытку, а не к предметам первой необходимости. Чего-чего? Это Аристотель. Связь, похоже, в норме. С тобой, да. С твоим греческим другом не очень. Но мысль интересная. Поразмышляй об этом. Он херни не скажет. Ты как слышишь, Ви? Давай еще, Аристотеля. Да пошли вы оба. Ну что, похоже, все работает? Сэра михорки си. Я на связи. Спасибо, что выбрали сервис Деломей. Желаю удачи. Я буду ждать вашего возвращения. Сколько же я этого ждал. А с оружием туда нельзя. Вот, что я говорил, что ребята CD Projekt Red заранее спалили концовку этой миссии. И я прекрасно уже знаю, что будет и какие будут последствия. Но, блин, это так обидно. Поехали, ладно. Ну что, Хьюга, вперед? Да пошли. Кресток и кожаный. Прямо слышно, как скрипит кожа. Погоди, я возьму болта. Возьми. Взял? Пойдем. Бак, мы приехали. Еще раз, бронь на твое имя, Рамон. У вас встреча с Хаджиметаки, который представляет оборонный отдел. Не волнуйся, я помню. Добро пожаловать в компеке Плаза. Пожалуйста, проходите по одному. Без проблем, брат. Сэр. Простите, небольшая проблема. Вы можете объяснить, зачем вы принесли военную технику на территорию компеке Плаза? Мы торгуем оружием. Простите? Вы Ктаки-сан, правильно? Прошу простить за недоразумение. Ага. Пожалуйста, дождитесь к концу сканирования. Подождем. Я никуда не спешу. Прошу. Спасибо. Здравствуйте. И добро пожаловать в компеке Плаза. Мы хотели бы зарегистрироваться. Разумеется. Минутку. Номер забронирован на имя... Викторино. Комната с двуспальной кроватью на одну ночь. Верно? Именно так. Замечательно. Позвольте, я уведомлю Таки-сан, что вы приехали. Это херово. Это не по плану. Быстро Ви, отвлеки ее. Не надо, не беспокойтесь. Мы немного придем в себя и сами его уведомим. Извините. Таки-сан вас ждет? Я правильно понимаю? Сеньорита, знаете, сколько нам пришлось лететь? 18 часов из Новой Барселоны. Плюс задержка у меня Таки из-за того, что какой-то кибер-псих взорвал себя у терминала. Да, просто кошмар. Конечно, я понимаю. Ваш номер, Лазурь, расположен на 42-м этаже. О, и еще одна маленькая формальность. Активируйте чип-идентификатор. Уступаю тебе, Хьюга. Все в порядке. Желаю вам приятного пребывания в нашем отеле. Спасибо. Идем быстрее. Пошли. Так. Здание Компеки Плаза. Компеки Плаза. Роскошь, красота, доверие. Компеки Плаза это больше, чем отель. Это идея, воплощая которую мы приспосабливаем реальность к ожиданиям клиентов с самым утонченным вкусом. В нашем предложении вы найдете 420 эксклюзивных апартаментов, 20 конференц-залов, 14 прекрасно оборудованных бассейнов, лучшие бары и рестораны. Но прежде всего, то, чего нельзя измерить простыми числами. Роскошь, красоту и доверие. Профессиональное обслуживание удовлетворит самые изысканные потребности и желания наших гостей. Поэтому пребывание в Компеки Плаза станет для вас неповторимым событием. Если речь идет об удобстве наших клиентов, для нас нет невозможного. Открутите для себя новое измерение комфорта и насладитесь лучшим, что может предложить Найт-Сити. Какая еще новая Барселона? Такая. Я мастер импровизации. Во-во. Тут вызвать лифт нам пока не надо. Что скажешь, Хьюго? Уютный отельчик. Не то, что Клоповни, куда нас поселили в Цюрихе. Ты выглядишь как идиот. Хватит. Что не так-то? Я играю свою роль. Никого я не подсыпаю. Может, ты ее переигрываешь немножечко? Прямо с показа нам клиент систи. Там, в принципе, можно перекусить. Не хочешь? Перед работой поесть. Я знаю, брат. Как-то он жестко с этими девчонками. Неплохой у них тут бар. Они ничего не забывают. Добро пожаловать в компэкки Плаза. В будние дни заказа столов нет. Можете выбрать любой свободный столик. Или можете сесть у стойки, если хотите. Надо будет привезти сюда мести. Когда мы завершим сделку. Я туда загляну, если ты не против. Черт! Я с этим чемоданом, как торговый агент на выезде. Пойду наверх. Так. Следует за Жеке зайти в бар-отель дополнительно. Зайдем. А когда я говорю, что полетят головы, это ни хрена не фигура речи. Слушайте, может вам уже хватит? Вы мешаете другим гостям. Отлично! Эх это тоже касается. Это по всем ударит. Так, а что мне здесь делать? Что по всем ударит? Знаешь, как выглядит гонец с плохими новостями? Весит сто тысяч тонн в длину полкилометра с атомным двигателем. Как раз стоит у нас в заливе. Канака Арасака решила съездить в отпуск. Понимаешь? Надо же. Не знаю, насколько все серьезно. А когда узнаю, наверное, будет уже поздно. Нахер. Пойду лучше к себе. Привет. Привет. Что тебе налить, малыш? Ты всегда такой простой? Конечно. Впитала ты с молоком матери. 50% протеина, а остальное чистое высокооктановое топливо. А что? У нее в волосах были пыль и ветер, так сказать. Она была из Аль-де-Кальдо, а потом стали падать бомбы. На прощание она сказала, будь с собой, Дэвид, куда бы ты ни поехал. Пока что я сел здесь, но про ее слова не забыл. Охуительная история. Жалко, что неправда. Все мы иногда говорим неправду. Ты тоже, малыш? Э-э. Что-нибудь принести? Может быть, воды? Так, ну он же, получается, не человек, правильно? Он же андроид какой-то. А что у тебя есть? А что у вас есть? Сейчас. Сейчас. Ну, куча алкоголя. В принципе, ничего отобрать не будем. Нам в этом нет никакой необходимости. Ладно. Тут еще есть. Не видишь, что ли? Я занят. Да, пожалуйста. А, все, да? Босс, Мане, две миниатюры Баски. Классика, в общем. Все затянуло в черную пустоту космоса через дыру в корпусе. Господи. И что будет с Галилеей? О, это же все было запланировано. Мы же открывали выставку. Погоди, погоди, я угадаю. Новый Абрамовский? Угу. Без названия. Номер три. Это вроде как его высказывание. Не помню. Кажется, о Боге. Амбициозно. И во сколько это обошлось? Благодарность художника такого уровня стоит гораздо больше. Окей, они там говорят о высоком. На моей яхте будут все звезды Найт-Сити. Даже твоя бывшая сказала, что приедет. Анна? Что она тут делает? Раскручивая свой новый фильм. Он уже два миллиарда собрал в прокате. Вообще-то, это я подсказал ей идею. Со сферическим зекуратом. Тогда тем более ты должен прийти. Как причастный к ее успеху. Только оружие дома оставил. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да пошли вы. Так, ладно. Ну пойдем, в принципе. Я еще не летал на частных самолетах. Все было шикарно. Спасибо. Наверное, пришлось потратиться. Ты этого стоишь. Как ты себя чувствуешь? Отлично. Ты... Ты мне что-то положила? Скажи спасибо. Понятно, почему я чувствую себя так... Так. Это только начало. Скоро ты начнешь все чувствовать в десять раз сильнее. Особенно боль. А... Ты сказала боль? Сегодня мы попробуем кое-что новое. Не против? Нет. Нет, конечно. Хорошо. Приходи в номер через пятнадцать минут. И закрой камеры и зеркала. Почувствовать боль. Кто хочет почувствовать боль? Я не хочу. Пошли дальше туда. Так. Доехай до 42-го этажа. Надеюсь, туда будет быстро. У них, по идее, должны быть скоростные лифты. Сто. Девяносто. Восемь-семь. Сюда скоростной. Скоростной прям лифт. Скоростной прям лифт. Дратути. Я уж заждался. Так. А что тут у вас есть? Перстень университета Найт-Сити. Заберем. Открывается? Не открывается. Ну и ладно. Ты помнишь, как мы тестировали эту технику на нашу? Про заражение под Новоиркутском они врали. Про аварию на Бакунинской 3 врали. Они всегда врут. То есть он тоже? Охренеть. Он так натурально смеялся. А вот его мозговые волны вообще не смеялись. Они, по-моему, даже рот не открывается. Они все разговаривают как-то непонятно. Потому что рот даже не открывается. Так. Нам сюда. Ну, пойдем. Мы в комнате. Мне нравится. Хороший выбор, Бак. Даже жалко, что нам сейчас уходить. Я не для тебя ее выбирала. Отсюда ближе к резиденту и серверам. Си-си. Мя Квардо. Запускай. Так. Ну, это все то же самое. Тибалтай, ищите вход в вентиляцию. Должно быть просто. Простота требует большого мастерства. А это кто? Марк Аврелий? Аристотель? О, нет. На сей раз это я. А где вентиляция? Запусти сканер и посмотри. Так, подожди. Я сначала тут все смотрю. Вы же не против? Кстати, надо посмотреть себя в зеркало. Потому что в прошлый раз мы были лысыми почему-то. Ну, хотя бы волосы вернули. Уже хорошо. Странно, не знаю. Может быть, пока еще не дошел до этого момента, но... Да подожди ты. Ведьмаке можно было менять внешность. Здесь я не знаю, можно или не можно. Так. Биография. Юриноби Арасаки. История Юриноби Арасаки во многом напоминает старую притчу. Младший сын одного из самых могущественных бизнесменов современности отрекся от семьи, ушел в подворотне Токио, а потом приполз обратно просить прощения. Во всяком случае, так его история описана в официальных источниках. Но почему Юриноби предал отца и что заставило его вернуться? Мне удалось найти ответы на эти животрепещущие вопросы спустя долгие годы, которые заняло мое расследование и поиски его бывших сподвижников. Юриноби родился в Токио в начале 21 века. Он стал первым ребенком Митика, третьей супруги Сабура Арасаки. Детство Юриноби прошло безоблачно. Мальчик пользовался всеобщей любовью, по крайней мере до 22 года, когда он закончил Токийский университет. После выпускной церемонии семейство Арасаки устроило вечеринку в честь Юриноби. Во время праздника Сабура позвал сына в свой кабинет, чтобы посидеть с ним наедине. Что произошло за дверью кабинета неизвестно, но по словам многочисленных очевидцев, спустя несколько часов Юриноби покинул поместье. Бесследно растворился в ночи. В последующие годы Юриноби не раз видели в составе группировки кочевников, известных как Катэцу Норю, или Стальные Драконы. Молодой бунтарь не раскрывал свое участие в свооруженных конфликтах с агентами Арасаки и проводил антикорпоративные кампании. Когда его семье стало об этом известно, Сабур отрекся от сына, а Кей, старший сын Сабура, поклялся отомстить младшему брату. По иронии судьбы, Юриноби помирился с отцом именно на похоронах Кея. Глава клана Арасака всегда отличался гордостью и твердостью характера, потому многие были удивлены, что он пошел на этот шаг. Почему же Сабура принял такое решение? Какую роль в примирении отца и сына сыграла Ханака, сестра Юринобу? Все это нам еще только предстоит узнать. Вот это интересно. Так, что тут еще есть? В принципе, больше ничего. Ну давай сканировать вентиляцию. Так, это терминал. Это дверь. Это телевизор. Нашел, нашел. А кто им управляет? Ага, понятно. Побежал паучок. А че, он сам не может что ли, блин? А че сразу я, вот реально? Блин, как же плохо он рельстает. А чего я? Я не хочу им управлять. В отличие от некоторых меня, Вик не патчел. Прошивка старая, скорость дерьмо. Не ломайся, бродер, время поджимает. У них наблюдение по всему отелю. Угу. Даже в спальных люксов, прикинь. И гостям норм. Ты не представляешь, чем люди жертвуют ради безопасности. Нам повезло, что Юринобу исключение. Пентхаус отключен от системы охраны. Ну ладно. Гони. Поехали. Щепку. Переключаю тебя на вид с камеры. Если закружится голова, не пугайся. Все, картинка есть. Нельзя просто взять и выкинуть людей из домов. Из офисов. Как? Аросака выплатит компенсацию за досрочное прекращение каждого контракта. Залезь в шахту. Никто ни при чем. Скоро же выборы. Как это повлияет на мой имидж? Люди подумают, что я не контролирую Уотсон, мой родной район. Неделя. Это все, что мы можем вам обещать. Мы постараемся. Это все, что я могу вам обещать. Так, болт вошел. Переключаю тебя на новую камеру. Ну, понеслась. А как ты поняла, что это для тебя? Там было написано для милой уборщики. А внутри еще... Бак, есть проблема. Что еще? Хрена. У меня тут уборщики стоят. Надо ее отвлечь. А мне маркнулся. Давай посмотрим, что там в сети. Сейчас гляну. Нет справедливости в этом мире. Так, террариум. Ладно, как скажешь. Хорошо. А в чем была сложность? То есть она бы увидела, что открылась решетка? Бак, сработало. Я еще не так покупала. Да ты знаешь, сколько эти твари стоят? Вперед. Спасибо, потом скажешь. Так, ну пока все идет гладко. Так, отлично. Пока все идет легко. Дъем. Резидент сидит прямо за дверью. Пускай болт откроет замок. Так, проникнули в комнату резидента с помощью болта. Так, это охранник. Решетка вентиляции. Дверь. Может быть, надо лучше через решетку идти? Нет, не хочешь? Ну окей. Что-то у него не выходит. Черт. Должен быть другой вход. Погоди. За дверью есть еще камера, но она выключена. Мне ее включить? Да, поищи где точка доступа к системе. Да ешки матрешки, вот. Так, болт в системе. Теперь переключись на другую камеру. Вижу резидента. Все по плану. Странно, что у них тут всего один раннер. Хороший резидент заменяет десять посредственных. Отправлю болта, чтобы он его вырубил. Хорошая мысль. Сейчас я тебе отправлю, демона. Только не забудь, что болта надо подключать напрямую к креслу. Я вообще-то не первый год работаю. Да что ты. Все послала, твой выход. Только сначала нужно запустить туда болта. Так, хорошо. Опять надо сканировать? Похоже, шахта идет через обе комнаты. Сейчас посмотрим. Теперь переключись на другую камеру. Да е-мое. Кажется, я нашел проход. Отправь туда болта, а потом переключись на другую камеру. Ну я понял уже, мать. Ну в смысле? Иди, болт. Какой шустрый. Пришел. Подключай болта к креслу. Сейчас просканируем. И он прям на него залез. Попался. Демоны, это круто. Болт остается тут. Будет смотреть за резидентом. Хожу в основную сеть кампэки. Можешь выйти из системы. Ну ты как? Ничего. Голова кружится просто. Бак, сколько у тебя это займет? Бак, ты здесь? Да, да. Я здесь. Короче, слушайте. Лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется пару часов. Пару часов? А быстрее никак нельзя? Хочешь, чтобы у меня мозг расплавился? Сиди, наслаждайся своим шикарным номером. Спасибо. Так и сделаю. Ви, у нас передышка. Отдохни пока. Да я никуда не спешу. Новый уровень, кстати, седьмой. Давайте посмотрим на прокачку, наверное, да? Персонаж. У нас есть доступных очков характеристик 4 и доступные очки способности 5. Хладнокровие. Это как раз оно связано со скрытностью, правильно? Давайте глянем, что здесь есть. Затывшийся дракон. Вы можете обезвреживать с воздуха ничего не подозревающих врагов, не убивая их. Ну, допустим. Во время скрытного передвижения урон от оружия с оглушителем увеличивается на 25%. У меня его нет пока. Скорость скрытного передвижения повышается на 20%. Вот это уже поинтересней. Давайте это зажмем. Дальше что у нас? Дом тысячи стилетов. Вы можете метать ножи. Зажмите правую, чтобы прицелиться. Нажмите левую, чтобы бросить нож. А ножей пока у меня нет. Опять-таки. Или они у меня будут сразу появляться. Вот этот пока непонятный момент. Так. Ключ показатель маневренности на 3%. Пролистать. А как значит пролистать? А, окей. Так. Невозмутимость. Что здесь есть? Все виды сопротивления повышаются на 2,5% каждый раз, когда суммируется эффект невозмутимости. Обезвреживание врага вызывает невозмутимость на 10 секунд и повышает скорость передвижения на 2%. Суммируется на до 1 раза. Пассивная ледяная кровь. Отдача оружия уменьшается на 2,5% каждый раз, когда суммируется эффект невозмутимости. Окей. Пока с этим не очень понятно. Интеллект. Вот. Протоколы взлома. Что у нас тут есть? Взлом протокола длится на 20% дольше. Допустим. Вы получаете демон тихий час, который отключает все камеры в локальной сети на 3 минуты. Вот, кстати, наверное, камеры я прокачаю. Вдруг придется их отключать. Максимально прокачаем. Здесь что у нас? Массовая уязвимость. Вы получаете демон массовую уязвимость, которая снижает физическое сопротивление всех врагов в локальной сети на 30% на 3 минуты. Здесь улучшена добыча данных. Вы получаете улучшенную версию демона добычи данных, которая позволяет получать источник доступа на 50% больше евро-долларов. Но это пока сейчас нам не необходимо. Вот, я думаю, по поводу этого взлома протокола. Здесь что еще? Вы получаете документацию для создания необычных скриптов. Пассивка. Нетранер, который пытается вас взломать, становится видимым. О! О! Вот это, кстати, полезная вещь. Пусть будет. Обезвреживание врага, на которого действует скрипт, мгновенно восполняет 1 единица памяти. Полезно. Память кибердеки восстанавливается в бою. Вы восполняете 4 единицы памяти каждые 60 секунд. Тоже полезно. Скрипты на 10% больше урона. Давай, наверное, что-то пока сюда. Быстрый взлом. И пока, наверное, все. Здесь у нас получается взлом второго уровня, быстро взлом первого уровня, скрытность второго. Невозмутимость первого. Здесь все по первому. Здесь краткоствольное на втором уровне. Здесь тоже все по первому. Так. Что бы тогда попробовать? Наверное, пока я трогать не буду. Вдруг, если где-то пригодится, тогда мы прокачаемся. А пока я не вижу в этом никакого смысла. На данном этапе. Что по снаряжению у нас? Пока нельзя поменять. Из-за того, что у нас специальный костюмчик, да? Боевые эти тоже недоступны. Так. Ну и, в принципе, деха тоже нет. Окей. Давайте тогда мы с вами на сегодня закончим. А продолжим уже в следующей серии. Так что, ребята, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.